После всего сказанного в Казани российские убийцы вернулись к своему привычному делу. Зеленский высказался о ночном обстреле Украины, в ходе которого снова пострадали мирные жители. Это еще раз доказывает, что не разговорами может быть остановлена агрессия, а только решительными действиями в защиту государства и народа, против которых развязана война. Уже третий год она продолжается и имеет только одного виновника – Москву. Именно поэтому нужно такое давление на агрессора, которое способно заставить его к прекращению террора и войны. Надежный мир и безопасность приобретаются только благодаря силе и решимости, сказал глава государства. Генсекуон Антонио Гутерриш попытался оправдаться за свой визит на саммит Брикс в Россию, заявив, что во время встречи с российским диктатором призвал к обеспечению справедливого мира в Украине и подчеркивал необходимость поддержания ценностей Устава ООН. Об этом Гутерриш написал на своей странице ВИКС. «На сессии Брикс я призвал к справедливому миру в Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи. Я подчеркнул, что везде мы должны соблюдать ценности Устава ООН, верховенство права и принципы суверенитета, политической независимости и территориальной целостности государств», — написал он. Гутерриш также рассказал, что на встрече с Путиным подчеркнул, что российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права. Это была цитата. Он также заявил, что решительно поддерживает заключение соглашения о безопасном судоходстве в Черном море для глобальной продовольственной безопасности. Интересно, а что Гутерриш думает после новой атаки России на мирные дома и мирных украинцев? Ну, то есть, помогли его так называемые решительные заявления? Конечно же, нет, они не помогут, потому что, правильно сказал Зеленский, но они понимают только силу. Еще не на передовой, но уже на учебном полигоне. На этих кадрах старинные советские военные машины, снятые с консервации, на которых российские военнослужащие проходят обучение. Среди музейных экспонатов, основной танк Красной Армии времен Второй мировой войны Т-34, танк ЕС-3 и тяжелая самоходная артиллерийская установка ИСУ-152. Некоторые осенти рассчитают, что эти кадры могли бы сделаны в Хабаровске. Несколько дней назад в Дальневосточном учебном центре подготовки в СРФ там были замечены военнослужащие из Северной Кореи. Война, развязанная Россией против Украины, в скором времени перейдет в замороженное состояние вне зависимости от желаний диктатора РФ Владимира Путина. У РФ нет ресурсов для ее продолжения. По крайней мере, в этом уверен бывший депутат городского совета Одессы коллаборант Игорь Дмитриев. Примечательно, что предатель, помогавший России в агрессии против Украины, теперь называет так называемую СВО ошибкой. «Эта война была ошибкой, ее будут уводить из фокуса внимания, а со временем постараются забыть», заявил коллаборант. Зет Военкор и член клуба рассерженных патриотов Максим Калашников посетил передовые позиции в СРФ в Курской области, где попал под удар украинского тяжелого дрона «Баба-Яга». О всем этом он рассказал вечером 25 октября в интервью супруге военного преступника Игоря Стрелкова-Гиркина. Он отметил, что «Баба-Яга» держит в страхе оккупационную армию России. По его словам, эффективных методов борьбы с этим дроном в СРФ так и не придумали, хотя в ИСУ их используют в боях достаточно давно. «Но как звучит Баба-Яга, уже то знаю. Я понял, как чувствовали себя немцы, когда над ним, видимо, кружили ночные бомбардировщики наши». «У-у-у-у-у-у-у-у. Ты ее не видишь, чем ночная? Она тебя видит». Не так давно командир спецназа Ахмат Аптия Лаудинов в интервью за пропагандисту Калашникову проговорился о военных преступлениях российских военных в Курской области. Он заявлял, что получил от начальника МВД по Курской области цифру 187 военных преступлений. Из контекста можно было понять, что речь именно о преступлениях против мирных. При этом Аптия заявлял, что Ахмат к этим преступлениям якобы не причастен. И вот накануне появилась реакция начальника МВД по Курской области. Он обвинил Аптия Лаудинова во лжи. Но это еще не все. Начальник МВД по Курской области заявил, что Апти не появлялся в Курской области, так как сейчас там, цитата, не самое подходящее время для съемок. Ранее Алаудинов утверждал, что каждый день находится на линии боев и вообще не ночует в безопасности. Аптия Лаудинов зашел сюда и за эти полтора месяца я ни разу отсюда никуда не выезжал. Я ни разу не ночевал далеко от своей передовой, от своих ребят. Для тех, кто скучает, думает, куда же я оделся. Вот, нахожусь в Москве. В целом, вот это заявление начальника МВД интересное и посмотрим, что будет дальше. Российские военные в населенном пункте Глушково в Курской области впервые потеряли свой бронеавтомобиль Сармат-3. Фото и видео обнародовали в телеграм-канале «Война в Украине. Потери техники». Уничтоженную машину фактически спалил российский депутат Курской областной думы Алексей Золотарев. Причем в видео машину почему-то называют «украинским бронеавтомобилем». Украинский бронеавтомобиль, на котором диверсионно-разведывательная группа МСУ пыталась прорваться в Глушково. Уничтожен при въезде в районный центр. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Интересен в этом контексте тот факт, что буквально в конце прошлой недели один из российских пропагандистских каналов обнародовал изображение этого же автомобиля, которое фактически стало одним из редких подтверждений использования Сармат-3 российскими оккупантами на поле боя. Его эксплуатируют спецподразделения и воздушно-десантные войска. Добавим, что Сармат-3 – это новейшая версия одноименной линейки семейства военных автомобилей, разработкой которого занимается опытно-конструкторское бюро техника. В Сокартвайлу начались важнейшие парламентские выборы. По данным опроса, проевропейская оппозиция должна одержать победу. Однако пророссийские власти планируют использовать масштабные фальсификации. Голосование проходит в необычном формате – полуэлектроном, что позволит объявить результаты в течение нескольких часов после его завершения. Армия обороны Израиля на своих официальных ресурсах подтвердила атаку Цахала по объектам в Иране. В сети появился ряд видео с атакой израильской армии на объекты в Иране. Пока трудно сказать, насколько успешным был удар и какие цели были поражены. В то же время можно осторожно приположить, что противовоздушная оборона Ирана не справилась с этим ударом. Как пишет издание Times of Israel, первые сообщения об ударах появились ориентировочно около двух ночи. Тогда же Цахал обнародовал сообщение с подтверждением атаки. Она продолжалась ориентировочно до 6 часов утра в несколько волн. Согласно сообщениям израильских военных, все определенные цели были поражены, а все участвовавшие в атаке самолеты, речь о десятках самолетов и даже по некоторым данным 100 самолетов, среди которых F-35 вернулись на места базирования. В то же время Иран заявил об успешном отражении атаки и говорит о ограниченном ущербе в результате удара. Иранские силы противовоздушной обороны заявили, что были атакованы ряд объектов в провинциях Тегеран, Хузистан и Илам. Издание The Jerusalem Post со ссылкой на израильских военных сообщило о неэффективной работе иранской ПВО. Полный провал, ноль перехватов. Между Загребом и Будапештом вспыхнул дипломатический скандал. Это случилось после того, как глава хорватского оборону ведомства Иван Анушич, выступая в парламенте своей страны, заявил о поддержке Венгрии российского диктатора Путина. В ответ посла Хорватии вызвали в МИД Венгрии. Анушич во время этого выступления раскритиковал позицию хорватского президента Зорана Милановича, который отказался отправить военных в ВС Хорватии для участия в миссии Североатлантического альянса для Украины в сфере безопасности и обучения. По словам министра, отказываясь от участия в таких миссиях, Загреб становится похожим на Сербию и Венгрию, которые публично поддерживают Путина. Глава оборонного ведомства задался вопросом, хочет ли Хорватия присоединиться к команде сторонников РФ или же намерена быть частью западного мира. Глава МИД Венгрии Петер Сиярта, комментируя эти высказывания Анушича, обвинил хорватского министра в оскорблении в Венграх и потребовал не вмешивать Будапешт во внутриполитические споры с президентом в Хорватии. Позже стало известно, что хорватский посол был принят в МИД Венгрии в связи с высказываниями министра обороны Хорватии. В белорусском подразделении Гебельс ТВ так увлеклись мечтами о новом карибском кризисе, начавшемся с размещения советских ракет на Кубе, что решили попутно поинтересоваться, а нет ли их ракет в Канаде. Тем временем разыгрался аппетит у Ахлобыстина. И не будет нам покоя, пока Россия не установит свой протекторат над всей планетой. Это не просто очередное заявление конченого Ахлобыстина. Так в России думают многие. Существует много доказательств того, что Россия применяет против ВСУ на фронте химическое оружие. Однако вполне возможно, что Россия не готовится к применению биологического оружия. Как пишет The Washington Post, спутниковые снимки зафиксировали строительство под Москвой специализированного лабораторного комплекса, предназначенного для исследования и обработки смертельных патогенов. Издание отмечает, что место расположения нового комплекса Сергеев Посад 6. Оно во время Холодной войны было крупным исследовательским центром биологического оружия с историей экспериментов с вирусами, вызывающими ОСПУ, ЭБОЛУ и геморрагические лихорадки. Теперь же на спутниковых снимках виден не только ремонт старой лаборатории, но и строительство 10 новых зданий общей площадью более 250 тысяч квадратных футов. Причем некоторые из них имеют отличительные признаки биологических лабораторий, предназначенных для работы с чрезвычайно опасными патогенами. Как отмечают ВИПИ, при этом на спутниковых снимках расчистка территории становится видна в мае 2022 года, через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения России в Украину и примерно во время возглавляемой Кремлем компанией по дезинформации, в которой США обвинялись в помощи Киеву в создании секретной программы биологического оружия. Как пишет ВИПИ, на снимках видны многочисленные признаки, которые в совокупности указывают на биологический объект с высокой степенью защиты. Десятки установок для обработки воздуха на крыше, соответствующая планировка, подземная инфраструктура, повышенные меры безопасности и, по-видимому, электростанция. При этом представители разведки и эксперты по биологической защите говорят, что по спутниковым фотографиям невозможно определить, планируют ли России проводить исследования в области наступательного биологического оружия. Лаборатория, оборудованная для изучения смертельного вируса Абола с целью разработки вакцины, может внешне выглядеть идентичной той, которая проводит исследования по превращению штамма в оружие. Кроме того, меры по безопасности вокруг объекта соответствуют луковичному слою обороны, отмечают эксперты. Они включают в себя контрольно-пропускные пункты, проектирование дорог, расчистку деревьев и дополнительные ограждения, которые жестко контролируют движение и позволяют осуществлять мониторинг и наблюдение. Такие меры предосторожности обычно приняты на объектах повышенной секретности. Как напоминает издание, Сергеев Посад 6 – один из трех российских оружейных объектов, которые никогда не предоставляли доступ международным экспертам. Аналитики американской разведки пришли к выводу, что на объекте, вероятно, все еще хранятся замороженные коллекции вирусов, которые изучались и тестировались в советское время. Белорусская Минобороны приостановила строительство военного городка в Гомельской области рядом с границей с Украиной. Об этом сообщила Белорусская Радио Свобода. Журналисты проанализировали спутниковые снимки и установили, что работа на месте объекта «Чайка», бывшего советского пионерского лагеря, расположенного в 40 километрах от границы с Украиной, вероятно, были остановлены по неизвестным причинам. Источник Радио Свобода прислал в редакцию фотографии, сделанные на территории этого объекта, который принадлежит Министерству обороны Белоруссии. Они показывают, что там нет никакой активной деятельности. Сейчас единственное, что сделали, снесли корпуса бывшего пионерского лагеря. На объекте нет ни оборудования, ни работников, ни охраны. Также издание получило спутниковые снимки, которые подтверждают информацию, полученную от источника. На спутниковом снимке от 10 октября этого года видно, что на территории бывшего лагеря новых объектов не появилось. О планах по строительству нового военного городка и полигона в Гомельской области стало известно в прошлом году, и они были прописаны в государственной инвестиционной программе. Первую очередь должны были завершить в марте этого года, однако по неизвестным причинам строительство приостановили. По состоянию на 23 октября новых зданий на месте бывшего лагеря не появилось. Продолжение следует...